Итак, замачиваем орехи или не замачиваем перед тем, как есть. Я провела собственное расследование и узнала мнение учёных и не очень учёных, и даже доктора Берга. Надо ли замачивать такой ценный продукт, как орехи перед едой, как это делать и зачем. Во всех орехах содержится фитиновая кислота, и она не даёт нашему организму усвоить все полезные вещества, которые в них есть. Железо, магний, кальций, цинк и тому подобное. И предполагается, что часть этой кислоты мы удаляем замачиванием. В 2020 году учёные Новой Зеландии провели эксперимент. Замочили несколько видов орехов в разной воде на разное время и вынесли свой вердикт. Концентрация фитиновой кислоты не изменилась практически нигде. Но сколько людей, столько мнений. И другая часть этих умных людей, и доктор Берг в том числе, объявили, что замачивать надо даже для того, чтобы 1% кислоты убрать из орехов. И потому что орехи, контактируя с водой, меняют свою структуру и становятся мягче, лучше усваиваются любым, особенно не очень здоровым желудком. И усваиваются минералы, которые есть в орехе. Обратите, пожалуйста, внимание, если после замачивания вода приобрела какой-то неестественный, яркий цвет, значит, они были обработаны химией. Выливайте и выбрасывайте. Итак, не знаю, как вы, мои любезные слушатели, но я приняла для себя решение. Если у меня есть желание и время, то я замачиваю их по чашечкам на ночь, заливаю водой, потом промываю и просушиваю. Если нет времени замачивать, то я просто их сушу на сковородке или лучше, даже не более 60 градусов в духовке. Сушу, правда, долго, где-то часа 4-5. Орехов я привезла из Питера много, как будто там они растут, да? Поэтому я раскладываю их по сухим банкам, закрываю сухими крышками и храню в прохладном сухом месте. Как есть. По небольшой горсточке каждый день. Это бразильский орех, его можно съесть только 2 штучки в день. Огромное количество селена. Если съедим больше, то могут быть серьёзные проблемы. Поэтому не надо. Я добавляю орехи во всю выпечку, в каши, в творожок, в салаты. Возможно, я забыла ещё что-то. Вы мне напомните, как ещё можно использовать орехи и как вы едите его. Благодарим вас за просмотр, подписку и лайки.